Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии. И сегодня в выпуске мы расскажем. В Таджикистане отменен энерголимит, но только частично. В Душанбе завершилась очередная встреча по границе. Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи, что может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане. В Таджикистане отменен энерголимит, но только частично. Об этом Азия Плюс сообщил Раджабали Баяков, главный инженер распределительной сети Бухтара, которая обслуживает 13 городов и районов Хатлонской области. Он сказал, что в настоящее время электричество подается в полном объеме всем потребителям и никаких ограничений нет. В распределительных электрических сетях городов Худжанд и Сокт также сообщили, что с 1 марта в городе подача электричества круглосуточная. При этом в Барке Таджик сообщили, что пока ничего конкретного об отмене энерголимита сказать не могут. Напомним, что сельские жители в Таджикистане еще с начала осенне-зимнего периода получают свет в ограниченных объемах. Барке Таджик в течение длительного времени провергала какие-либо ограничения, но в конце января сообщили о введении с 1 февраля лимитированной подачи электричества из-за нехватки водно-энергетических ресурсов. В Душанбе завершилась очередная встреча по границе. В этот раз топографические рабочие группы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы работали с 10 марта. По итогам встречи подписан протокол, но никакие подробности не приводятся. Лишь сообщается, что очередная встреча состоится на территории Кыргызстана. Как пишет Азия+, в состав рабочей группы Кыргызстана на этой встрече были включены 15 человек во главе со спецпредставителем Кабмина по приграничным вопросам Назербеком Бурубаевым. Это была восьмая встреча сторон за последнее время. Ранее председатель Госкомитета по землеустройству геодезии Таджикистана Ориф Ходжатзуда сообщал, что в 2022 году было проведено 7 заседаний рабочих групп. О результатах встреч как таджикская сторона, так и кыргызская не сообщают, ссылаясь на взаимную договоренность о неразглашении информации до завершения процесса. Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане. Как пишет хроника Туркменистана, на сайте вице-премьера правительства талибов появилось сообщение о том, что чиновник побывал в северной приграничной с Туркменистаном провинции Балх и проверил ход строительства канала Кош-Тепа, который является мегапроектом афганского правительства. Воду в канал будут забирать из Амударьи. Как считают талибы, канал Кош-Тепа поможет засушливым регионам и поспособствует развитию сельского хозяйства. Завершение проекта намечено на 2028 год. Между тем, эксперты опасаются, что проект может ухудшить и без того сложную ситуацию с водоразделом в регионе. После его завершения потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти в 2,5 раза. Из-за этого расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона. При этом Туркменистан в последние годы и без этого испытывает проблемы с нехваткой оросительной воды. Туркменистан Туркменистан